добрый день уважаемый президиум добрый день уважаемые присутствующие если бы этот доклад мне предложили прочитать несколько лет тому назад то было бы очень сложно подготовиться к этому докладу потому что мало что произошло в то время а сегодня готовясь к этому докладу я не знала вообще из такого многообразия всего нового что выбрать чтобы это действительно было последним и новым была представлена совсем недавно статья и я хотела поскольку это и пациентские еще сегодняшнее заседание просто показать с чем же все таки связано возникновение некоторых злокачественных опухоли был представлен очень большой американский совместно с английскими исследователями ретроспективный анализ и выяснилось что большинство солидных заболеваний они возникают в связи с такими спонтанными генетическими мутациями ну если так сказать невезением в данном случае пациент у которого который заболел этим заболеванием и очень высокая процент то есть большинстве случаев а при рак предстательной железы рак головного мозга раку костей это вообще до 95 процентов случаев а то что касается рака легкого то здесь надо отметить что 65 процентов возникновения этого заболевания все таки связано с курением для того чтобы мы все задумались ну если у нас спонтанные генетические нарушения то конечно первичная профилактика она мало здесь повлияет но тем не менее улучшение состояние окружающей среды диета питание физическая активность и главный отказ от курения могут конечно повлиять на возникновение некоторых опухолевых заболеваний вторичная профилактика этой ранее выявление прежде всего на ранней стадии опухолевого заболевания тогда возможно его максимально эффективное лечение продление жизни пациента улучшение качества его жизни и в последние годы все больше и больше говорится о том что надо учитывать эмоциональное и психосоматическое состояние пациента для того чтобы между пациентом и врачом было доверие взаимопонимание потому что лечение злокачественной опухоли это достаточно большой процесс труд и очень бывает длительный особенно если это метастатические формы прорыв последние годы именно в онкоиммунологии это просто взрыв все это отмечают на всех конференциях мы все больше и больше стали понимать механизмы прогрессии опухоли взаимоотношения иммунной системы опухоли опухолево изучаем микроокружение экспрессию опухолевых белков мутационные нагрузки иммуногенность и многое другое и также параллельно идет бурное развитие биотехнологии новых инновационных технологий больше всего конечно сейчас мы наши исследования связаны с блокаторами точек иммунного ответа это педи 3 группа препарата педи один группа препаратов и здесь основное что нарушается в связь взаимодействие между противоопухолевыми т-лимфоцитами и опухолевой клеткой и тогда когда эта связь разрушается опухолевые т-лимфоциты распознают опухолевые клетки как чужеродные и не дают им уйти от иммунного ответа ну один из наиболее известных препаратов неволумаб и надо отметить что в декабре 16 года он зарегистрирован для лечения трех заболеваний неоперабельной метастатической меланомии местно распространенного и метастатического немелкоклеточного рака легкого и распространенного почечно-клеточного рака то есть те заболевания которые плохо поддаются лечению стандартной химиотерапии и в клинических исследованиях их проведено очень много отмечено значительное увеличение общей выживаемости у этих пациентов в соединенных штатах америки он также был одобрен и зарегистрирован для метастатического плоскоклеточного рака головы и шеи и для лечения лимфомы ходжкина я думаю что у нас тоже произойдет в ближайшее время другой препарат он действует немножко у него другая точка приложения хотя их и объединяют и здесь идет нарушение взаимосвязей между регуляторными т-лимфоцитами и противоопухолевыми т-лимфоцитами регуляторные снижают свою активность благодаря блокаде рецептора CTLA-4 а опухолевые лимфоциты активизируются и действительно он был зарегистрирован и показал свою высокую эффективность эпилемумаб в лечении метастатической меланомы то есть каждый пациент из пяти отмечена продолжительность жизни увеличению более трех лет что для таких пациентов этой группы достаточно в общем то раньше это не встречалось и в шестнадцатом году препарат зарегистрирован для лечения неоперабельной метастатической меланомии при неэффективности и непереносимости предшествующей терапии но в первую очередь стандартной терапии и по данным клинических исследований надо отметить что эффект этих препаратов он сохраняется и воды спустя то есть он может сохраняться контроль над опухолью что не характерно для таргетных препаратов там как только отменяется этот препарат сразу же начинается быстрая прогрессия опухоли с диссиминацией также изучаются и доза понятно что чем выше дозы тем более высокая эффективность это подтверждается даже при поражении головного мозга при метастатической меланоме но эти препараты они конечно и имеют значимое осложнение если мы увеличиваем дозу то из осложнений 34 степени наблюдаются практически более чем 30 процентов пациентов другой препарат пембролизумаб он тоже действует на взаимодействие между лимфоцитами противоопухолевыми и опухолевой клетки и распознает ее и не дает ей уйти от иммунного ответа и предварительные клинические исследования они позволили в 2016 году зарегистрировать эти препараты для лечения неоперабельной метастатической меланоме метастатическом немелкоклеточном раке легкого но при условии если подтверждена экспрессия леганта пиди или один потому что к сожалению если мы применяем этот препарат один не у всех пациентов отмечается эффект у некоторых его вообще может и не быть поэтому ищется обязательно маркер предиктивный для назначения таких препаратов и в 2017 году этот препарат уже зарегистрирован в терапии первой линии распространенного немелкоклеточного рака с высоким уровнем экспрессии более 50 процентов также продолжается развиваться и направление моноклональных антител против других точек приложения и все это в балансе регуляторных и эффекторных или противоопухолевых т-лимфоцитов основная задача это снизить активность регуляторных и повысить активность противоопухолевых т-лимфоцитов частота ответов блокаторов точек иммунного ответа 20-40 процентов то есть кажется и не так много но по сравнению с химиотерапии стандартной это все-таки достаточно хороший ответ и надо отдать должное что если мы говорим о двухлетней трехлетней общей выживаемости то она тоже достаточно высокая в этой группе пациентов пока непонятно все-таки экспрессия это прогностический маркер или нет лучше всего конечно комбинация данных препаратов тогда мы действуем на несколько точек механизмов взаимодействия опухоли и иммунной системы и тогда соответственно эффект проводимой терапии выше клеточная терапия карт-т терапия сейчас об этом очень много говорят мы берем лимфоциты от пациента генной инженерии придаем им химерные свойства рецепторов они обнаруживают опухолевые клетки и начинают их уничтожать особенно эта высокая эффективность карт т-клеточной терапии была показана при б-клеточных лимфомах и сейчас разрабатываются стратегии исследования в отношении солидных опухолей появились статьи о лечении глиобластомы на основании клеточной терапии видите 7 с половиной месяцев кажется да не очень много но для этой опухоли это достаточно неплохие результаты и там было и уменьшение опухоли и уменьшение метастаза спинном мозге и на какое-то время улучшение качества жизни что достаточно важно для этой тяжелой группы пациентов таргетная терапия она берет сейчас направление мульти таргетных то есть не одна мишень а несколько мишеней тогда эффективность конечно значительно выше и появились такие препараты целевые которые могут работать и быть эффективны у пациентов а позитивным не мелкоклеточным раком легкого когда уже исчерпаны возможности одного известного нам препарата лизотениба и здесь мы можем еще предложить этим пациентам вторую линию терапии достаточно эффективным мульти таргетными препаратами их эффекты очень похожи и общая частота ответов достаточно неплохая даже при условии наличия метастаза в головной мозг что часто бывает при этом заболеваниям также изучаются таргетные препараты блокирующие сигнальные пути опухлевого роста при раке яичников тоже с хорошими результатами в том числе и при наличии берсия мутации также изучаются таргетные препараты при раке молочной железы для преодоления гормонорезистентности то есть во второй линии с гормонотерапии и также в первой линии с элитрозолом и тоже преимущество при комбинации препаратов он же 2006 году был зарегистрирован и может использоваться в комбинации с фульвенстратом у пациентов вместо распространенным и метастатическим раком молочной железы который гормоночувствительным с отрицательными хер-2 рецепторным статусом после предшествующей гормонотерапии опять мульти таргетный препарат ленвоцинип который подавляет активность нескольких сразу тирозинки нас то есть это постоянно сейчас мы говорим в основном о мульти таргетных препаратов и он зарегистрирован и что важно для лечения дифференцированного рака щитовидной железы рефрактерного к радиоактивному йоду то есть тогда когда у пациента в принципе других альтернатив не существует аллопарип тоже ингибитор сигнальных путей он нарушает репарацию днк в опухолевой клетке и тем самым приводит к ее гибели зарегистрирован в 2006 году для лечения рака яичников маточных труб первичного перионального рака высокой степени злокачественности в том числе из мутации гена биорсия наследственным или соматической вакцина терапии тоже продолжают развиваться наш институт уже много лет заниматься этим направлением и лизирует в нашей стране и первый в общем то начал разработку вакцин он ее совершенствует и сейчас надо сказать что уже используются не только белки но и молекулы рнк вакцины это уже другое поколение их можно чередовать или и комбинировать что достаточно важно с ингибиторами точек иммунного ответа и вакцина терапия мы предлагаем опухолево ассоциированные антигены усиливаем иммуногенность организма и тем самым усиливаем иммунный ответ комбинированная терапия можно сочетать с разными препаратами в том числе избиваться зумабом блокатором неоандиогенеза что усиливает эффект иммунного ответа потому что не образовываются новые сосуды питающие опухоль и противоопухолевые лимфоциты могут проникать и уничтожать опухолевую клетку также здесь разные точки приложения чаще всего чувствительными к такой комбинированной химиотерапии это рак толстой кишки рак молочной железы рак легкого рак предстательной железы малые молекулы тоже активно изучаются и сочетаются с ингибиторами точек иммунного ответа новые препараты все таки хотя сейчас какие к ним выдвигаются требования чтобы они блокировали как можно больше механизмов взаимодействия между опухолью и иммунной системой изучение различных биомаркеров предиктивных маркеров которые бы могли нам подсказать у какой группы пациентов будут эффективны те или другие препараты иммунотерапии изучение корреляции этих биомаркеров с ответом на опухоль и выбор оптимальной комбинации препаратов конкретно у данного пациента предполагается что если нам все это удастся то повышение эффективности терапии именно иммунотерапии из тех двадцати сорока процентов возрастет до семидесяти восьмидесяти процентов но вот это такие задачи на ближайшее время и резистентность то есть это основная наша проблема опухолевая клетка все равно становится резистентной рано или поздно проводимой терапии здесь может быть много причин и недостаточно опухолевых антигенов и недостаточно презентируются опухолевые антигены противоопухолем т-лимфоцитов или вообще у пациентов уже исчерпаны ресурсы иммунной системы это могут быть и многолеченные пациенты и пожилые пациенты с хроническими заболеваниями здесь конечно встает вопрос как преодолевать резистентность к онкоиммунотерапии но тем не менее по сравнению с таргерной терапии с химиотерапией здесь четко прослеживается длительный контроль опухоли активная реакция иммунной системы и продолжающийся эффект или контроль над опухолью даже после отмены проводимой терапии все больше и больше говорят в том числе и а генотерапии когда мы уже можем редактировать ген для этого используется природный адаптивный иммунитет бактерии и образно говоря все я только на генной терапии остановлюсь что есть случай когда действительно уже описан первый случай когда пациент метастатическим не мелкоклеточным раком легкого по своей инициативе попросил полечить его именно генной терапии он получил несколько введений с эффектом и планируется изучение генной терапии при других соленых заболеваниях спасибо за внимание спасибо 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 спасибо